Девушки отдыхают Видимо у вас и семья тоже необычная Расскажите пожалуйста о своих родителях Мой папа это Дмитрий Викторович Топилин Он возглавляет федерацию самбо-город Целинограда Он также занимается бизнесом Мама по профессии своей швея Но также ведет свое дело, свой бизнес Вот такие у меня родители Имя придумал папа Много лет назад, мне понравилось имя Когда он еще участвовал Была такая певица Елена Великанова Морше не понравилось И мама согласилась Здорово А папа не пытался устроить вас Свою секцию самбо? Нет То есть сразу выбрали именно синхронную Выбирали более женский вид спорта Хотя начинали с художественной гимнастики Я занималась там месяц В 5 лет меня начали водить по секциям Выбирать мне вид спорта Начали с художественной гимнастики Но это было не мое Потом ушли в фигурное катание Там я прозанималась 3 месяца Но тоже я не получала большого удовольствия Тренировок И это пройтись лет и видеть И потом у нас оказалась знакомая Она была профессиональным тренером В школе Лимбийского резерва Труд Она находится на метро Субиска И она сказала Привозите девочку Мы посмотрим Меня привезли туда Я прям Я очень хорошо запомнила Свой первый забот в бассейн Я увидела воду И вот какой-то такой восторг Мне прям понравилось И тренировка в воде Мне конечно очень понравилась Я прям запомнила Я прям почувствовала, что это мое И фигур сказал, что девочка подходит до спорта И если вы можете, то возите И вот с 5 лет я ездила на метро Тульскую Два часа туда, два часа обратно Каждый день я занимала дорогу Я каталась Меня возили родители сначала Большое спасибо, благодаря с мебельцами Которые смогли это осуществить Вот возили меня Когда моего самостоятельного возраста Я начала уже ездить сама Каждый день там автобус Потом метро, потом автобус Тренировка И обратно И вот с дороги я училась Старалась там читать очень много Развиваться А потом Началась моя тарьера Здорово А школа это была простая спортивная школа? Это школа мебельского резерва Одна из сильнейших школ... Это сильнейшая, наверное, школа в мире Потому что, наоборот, уже очень много лимфских чемпионов По странам главных И теперь я А девочки из команды, они тоже оканчивали, получается? Несколько девочек, да, именно из этой школы Несколько из других клубов У вас подруги в основном из команды, то есть вы с ними дружите? Конечно, у нас очень хорошее отношение, у нас очень брожена команда В этом смысле очень повезло И с многими девочек мы идём достаточно долгое время вместе Уже много прошли возрастов там Детский возраст, юниорский возраст Мы прошли вместе Мы очень хорошо друг друга знаем И очень близкие подруги А многие девочки уже олимпийские чемпионки Когда мы, например, были старшими Сейчас они стали многократными И получатся олимпийские чемпионки Немного боялись Ну, первый знакомый, первый встреч Но потом поняли, что Очень порядочные, очень хорошие девчонки Очень относился с командой Вот этой ребятой Ну, невероятно, скажем, коллектив Очень дружная такая, большая семья Все друг друга поддерживают Мне кажется, если бы это было не так Вы бы не смогли так выступить Потому что это всё-таки синхронное плавание Вот у меня, я когда смотрела выступление Возник этот вопрос Как можно добиться такого синхрона Если вы не слышите музыку Вы же под водой Вы слышите музыку? Да, у нас под водой есть динамики Которые передают нам музыку Ага То есть отсчёт идёт именно про музыки Все ваши движения Да, всё по музыке У нас всё разделено на счёт Который мы раскладываемся движения по этому счёту И стараемся подработать То есть это многочасовые тренировки Мы в день тренируемся Более десяти часов Более десяти часов в день? Каждый день Каждый день А когда успеваете учиться? Я знаю, что вы ещё учитесь Не учусь по вечерам Я живу на сборах Вот пять дней в неделю Один день отдыхаю У нас так только идёт режим Пять дней, шестой отдыхаешь Пять дней, шестой отдыхаешь Пять дней, шестой отдыхаешь Всё время сбивается режим Вот выходной день Катаешься в институт Делаешь какие-то свои дела Стараешься всё успеть Вот один день А потом уезжаешь И опять на сбор в день То есть получается Институт за ручной, наверное, или какой-то? Я училась на вечернем отделении Но мне шли навстречу Я старалась Я брала задания Сдавала их вот этот один день И мне шли навстречу Но когда я вступала Я ещё не была в сборной старшей Я просто тренировалась на турнике Меня устраивало в вечернее отделение Я ездила Утром тренировалась А потом ехала в институт Вечером возвращалась домой Ну а потом я постепенно попала В старшую группу команды И мне уже когда вы начали помогать А когда произошёл Вот такой качественный скачок Вот От простой Синхронистки Всё-таки, да Олимпийской Для члена Олимпийской сборной Ну это как Мы долго шли к этому То есть в 12 лет У меня мастер спорта Потом Даша За шагом Я была в детской В юношеской команде Это самый главный Такой сборной Мы ездили на Первый международный Старт Мой был Кубок Средиземногория В нашем виде спорта Это считается Как мини-чемпионат мира Ну это совсем такой Детский возраст Он проходит с 13-15 лет Вот Мы съездили туда Там стали Выиграли Потом попали Ну уже я перечитала Следующий Вот Юниорский Чемпионат Европы И юниорский Чемпионат мира Который Мы тоже Отлично Выступили И уже Потом Уже был отбор Старшую команду Я прошла Это Прямо экзамен? Ну не как экзамен Там Ангкор Там свои требования Наш тренер Она представляет свой ряд упражнений Которые ты должен выполнить В зале На воде Плавательная подготовка То есть на скорость Все это суммируется И она отбирает себе Новых членов команды Здорово Какые ощущения были Когда получаешь Золотую медаль? Это восторг? Или на город опустошение? Честно говоря Мне пока не верится Это вот сложно это передать Но пока не верится Вот Сложно передать то Что Получается ты дошел до пика своей карьеры То есть Ну не спортивной В спортивной карьере Ты дошел до этой верхушки И это Очень сложно Больше сложно Возпринять Понять Что да Ты дошел до этого Пока Я это еще не осознал То есть Для этого нужно видимо Отдохнуть Тогда Может придется понимание Пока Просто во все происходящее Пока лучше тебя проверяется Пока по глазу Скажешь не сон То есть Твоя мечта Сбылась Как ты с детства Сбылась Да И достаточно получать Раннем возрасте Ну да Ну Зато есть еще Впереди Олимпиады Можно как бы Двухкратные Ну Это все Будущие планы Пока рано Не говорить Только надо Продумать Чего хочется И двигаться дальше А есть Какая твоя Следующая цель Да Да А вот Все-таки Мечты-то какие-то есть У всех людей Есть мечты Вот Расскажите Ну Не обязательно в спорте Не обязательно в спорте Можно как бы Есть же Разные направления Можно мечтать о чем-то еще О семье Или я конечно мечтаю о семье То есть это Это разные Даже у меня Больше не мечты Наверное планы какие-то Которые точно реализовать То есть допустим Хотелось бы Открыть Основную школу В синхронном плавании В Зеленограде Именно Школу Олимпийского резерва Потому что Ну даже Если так посмотреть У нас достаточно сильная В Зеленограде школа По Регби По хоккею Очень сильная школа Под виду и самбо Школа Олимпийского резерва Рекорд 114 Которая у нас Находится В 14-м районе Но Ни одного вида спорта Нет специализирования Для девочек Вот это все То, что я перечисляла Все равно это больше Мужские виды спорта А для девочек Ну нет такого вида спорта У нас Хорошо развитого В Зеленограде Хотелось бы исправить это И возможно там Открыть Именно свою школу А это на базе Какого-то бассейна будет Школа открываться Или У нее строится свой бассейн Я думаю Надо строить Честно скажу Что надо строить свой бассейн Потому что у нас Есть Особые требования По глубине Особые требования По размеру ванны Особые требования Ну по залам По всему То есть Хотелось бы сделать Средизированный комплекс Который Который Я думаю Не будет Конституции Ну да Ну раз мы сидим в кафе Можно спросить Про Спортивное питание У вас Определенная Диета То есть Я вам скажу У нас У нас У нас Нет Специализированной Диеты Мы Едим С каждой сайты Следите Своим весом То есть Если видишь Что ты едешь На брам То тебе Тяжелее Тренер Конечно Что им может сказать Что Но Никто тебя не поставит на весе Это лично твое дело Если ты хочешь результат Ты будешь с собой следить Ты будешь следить Ты будешь следить За своим питанием За своим весом За всем Ты сам будешь следить Специализированной Диеты Никто Наша сборная команда Никто не бегает за тобой За ручкой Ты не кушаешь Поправишься Такого уже Такого могло бы В детском возрасте Юниорсом такое бывает Но Возрослые командиры Да Это хорошо То есть Можно Как бы Позволить себе Иногда что-то Конечно Спокойно Да Расскажите Пожалуйста Если У вас в семье Какое-то фирменное блюдо Которое Да Ну Наверное Это Не салат Оливье Вам же все равно Это точно нельзя Девочки Тоже можно Главное Просто Вообще В питании Можно все Главное Просто Свои курсы Чувствовать И не Перебирать Так Не знаю Я считаю Что это Удовольствие У нас Я не могу сказать Именно коронного блюда Но традиция нашей семьи Всегда была Ну Так сказать Собираться на столы По вечерам У нас обычно всегда Ужины Были совместные Это вот Такой семейной Какой-то Семейной традиции Совместный ужин И вот По воскресеньям По утрам Совместный зал То есть мы сидели за столом Всего такой речка Обсуждали День На кухне Всегда Вот У нас Как Жизнь На кухне Я знаю Что не во всех семьях Эти семейные традиции Сохраняются Сейчас я была на сборах Достаточно долгое время Но все равно Я попадала по вечерам На наш ужин Это такое какое-то Ну единение Мы это обсуждаем Шутим Это достаточно большая семья У меня брат Еще есть и сестра И в нашей большой семье Мы сидим всегда Обсуждаем наш день Нашу жизнь Наши планы Это очень удивляет А ваша сестра Насколько я знаю Тоже синхронистка Да Она сейчас закончилась В 18-19 лет Она закончила сейчас Профессиональную карьеру Перешла Ну в тренинг В тренингское обращение Я считаю Что у нее большое будущее Она Крайне интересно Слушать С ней разговаривать Она схватывает на лету И увидит такие мелочи Что значит И ей дольше поможет В тренингское обращение Слушать Да Да Хорошо А вот Вопрос про Олимпийский Вот этот номер Сколько вы его готовили По времени Сколько нужно Чтобы Времени Чтобы подготовить Настолько идеальный номер Целый год И до этого Мы должны быть на хорошем уровне Понятное дело И Мы как пришли До отпуска В октябре месяца И начали работать Над новыми программами Над новыми программами Все подрабатывать Выкачивать Просто Целый сезон Каждый день по 10 часов Да С одним выходным А в этот выходной Ничего не делаете Не занимаетесь Ни зарядку не делаете Нет Катаешься по своим делам Пытаешься выспаться Катаешься по своим делам Которых очень много накопилось Понятное дело 5 дней ты вообще не выезжаешь Сидишь на сборах И поэтому На один день Стараешься Наполнить его Как можно больше Эмоциями Чтобы хватило Еще на следующие 5 дней Честно говоря До сборной Я наверное так не ценила Выходные Которые у меня были Потому что всегда Ну когда ты находишься С серьезными тренировками Все равно По выходным В тренировочной день Ты мог там выбраться в кафе С детьми А тут ты пройдешь Сидишь вот прям Ну ты не можешь ехать А где это пароходное? Круглое озеро Недалеко от Лонге Спортбазовый круглёк Ты сидишь так И ты настолько ценишь Это выходной И расписываешь его Прямо минуткам Чтобы он полностью Успеть все Здорово Зато Вместе со сборной Вы можете объехать Весь мир теперь Ну Я бы сказала Что В общем то Мы мало что видим Когда катаемся на сборах Когда бываем на сборах В основном Мы изучаем бассейны Температуру воды Какие там Тренировочные условия Об этом Можем очень много Рассказать А Мы постараемся Объяснить Самое главное Ну тоже В выходной А неужели в Рио Вам не организовали Экскурсию В городе Нет Никаких экскурсий не было У нас был один Свободный день После нашего выступления И я привела вас С моими родителями Которые приехали меня туда Поддержать Мы заболели стригун Это Ну невероятная Поддержка Потому что ты знаешь Что твои родители Приехали в Рио Чтобы Поддержать И помочь Морально И Пацаны мы провели Мы съездили На главную Дистанционную часть В Рио-де-Жанейро Это Здесь Мы Старкофировали Мы с Владимики Невероятными видами А тут Прям видно Весь Рио Очень интересно Очень красиво А что Больше всего Впечатлило Старта Иисуса Она очень большая Мне даже Очень интересно У нее уже сколько лет Как ее там строили То есть Молодцы 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 Ну да Какие Следующие соревнования Или вообще еще Не знаете Будете ли вы продолжать карьеру Ну Я пока Вот Пока надо отдохнуть А потом уже дальше решить Ну Следующее соревнование Это Лишкан Мир Угодовщик Который будет В начале Вгодовщик Который будет В начале Вгодовщик Сбыть Потому что Это очень здорово Когда Все происходит В юности Когда Вот в юности И уже Олимпийская чемпионка Это здорово Удачи И спасибо И спасибо вам большое Это Олимпийская Олимпийская Олимпийская